Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале «Униан». Это программа «Аргумент». Напоминаю, что нужно подписаться на «Униан» и нужно подписаться на YouTube-канал «Аргумент». Да, у нас уже есть свой канал, потому что материала много, и вашему вниманию сегодня наш, не побоюсь этого слова, любимый спикер Ростислав Мурзагулов. Ростислав, здравствуйте. Добрый день, спасибо, приятно услышать. Да, и нам приятно, что находите для нас время. Давайте, знаете, с чего начать? Знаем, что у вас времени не так уж и много. С неожиданной новости из Москвы, якобы там, как утверждают российские паблики, усилили меры безопасности, ждут украинские ДРГ, усилили охрану Кремля, начали заверять, что Москва очень хорошо защищена от АТАК БПЛА и так далее. Неужели Москве действительно грозит опасность? Пригожин до нее не дошел, а в ОВСУ может получиться? Знаете, здесь дело, наверное, все-таки в другом. Просто для тех, кто сидит в Москве, в высоких кабинетах, для них вообще существует только Москва, их высокий кабинет и их родственники близкие, которые тоже находятся либо в Москве, либо за границей, в таких же красивых апартаментах, каких у них много и в Москве. Собственно говоря, поэтому это скорее вот они, что называется, перебарщивают вот с собственной безопасностью, потому что для них она прежде всего, потому что Россия устроена сегодня так, что есть вот великие вожди и прекрасные люди, которые смогли построить карьеру в Москве, начали каким-то образом подходы к Путину, ну и, естественно, Санкт-Петербург тоже входит в эту вот такую вот агломерацию с Москвой нынче. Значит, а есть все остальные. Это чернь, это такие, знаете, подносчики патронов, это такие чумазые механики, вахтеры и так далее. Это по-хорошему все, что за пределами вот этих двух столиц, кроме, может быть, Грозного и Казани отчасти, это все такая колония Москвы. И именно поэтому вот, понимаете, когда в Курске все трещит по швам, когда там сотни тысяч беженцев, когда украинская армия продвигается с такой скоростью, какой ей просто нужно, да, соответственно, ни больше, ни меньше. А в это время они, понимаете ли, нагнетают истерику вокруг Москвы, чтобы лучше защитить самих себя, потому что, еще раз, для них нет просто ничего важнее. А реально, я думаю, что угроза Москве, конечно, минимальна, потому что среди украинцев, начиная с руководителей страны, заканчивая, в общем-то, солдатами, там ведь нет каких-то там джихадистов, камикадзе и прочих людей, которые могут просто с криками там «Слава Украине!» начать взрывать себя там на Красной площади и так далее. Украина совершенно не про это. Они вообще ведут не наступательную войну, а оборонительную. Это на них напали, а не наоборот. И, собственно говоря, поэтому сейчас считать каких-то вещей а-ля, знаете, вот Хамас в исполнении украинцев. Но я, конечно, думаю, что это в последнюю очередь можно делать. Другое дело, что ведь товарищ руководитель Палестины сегодня приехал в Москву, встречается с Путиным. И кто его знает? А может, там они обсудили, среди всего прочего, и какой-нибудь фейковый теракт, который можно будет организовать в Москве и списать его на Украину. Ну, о чем еще говорить с руководителем государства, которое прославилось в основном тем, что устроило вот эту резню 7 октября, да, вот за последнее время. И никак этот Аббас не открестился от этого, никак он не осудил по-хорошему это зловещее преступление, да. Он всегда говорит о том, что, ну, может, что-то, конечно, с нами не так, но вы же на самом деле. Вот, и, соответственно, они подписали договор о дружбе и взаимополучии с ХАМАС, собственно говоря, экстремистская террористическая организация. Поэтому, в общем-то, Путин сегодня принимает официального партнера террористов с ХАМАС. И поэтому вполне возможно, что они провернут там что-то такое, что им наконец-то даст новое пушечное мясо, потому что оно ведь очень тяжело набирается. Сегодня уже по всей Москве висят плакаты, мне вот знакомые москвичи рассказывают, их фотографии присылают. Пять с чем-то миллионов ты получишь за первый год, если ты пойдешь в пушечное мясо. Кстати, это же огромные деньги для россиянина, который не вписан в путинскую юридикаль, да, то есть который не разворовывает где-то что-то на своем участке, который, ну, вот просто россиянин, да. И, соответственно, это такой вот сам своеобразный социальный лифт по-русски, да, то есть ты можешь стать убийцей или убитым, но за это тебе дадут вот два миллиона сразу, ну, соответственно, еще три в течение года. И вот такая нехитрая дилемма. И то, на самом деле, не так уж и решает вопрос. То есть там они отчитываются о том, что там страшно выросло количество, но если брать, собственно, в единицах боевых, то, ну, это на сотни людей там рост. Это тоже не принципиально. А для того, чтобы принципиально что-то изменилось, то, опять-таки, нужна какая-то штука типа того, что было в, соответственно, на заре было управление Путина, когда, вы знаете, вдруг, откуда ни возьмись, появились чеченские тогда террористы и начали взрывать там дома в Москве, да, и на этом, собственно, Путин, в общем-то, построил свою карьеру, объявил себя спасителем Руси и, собственно говоря, объявил войну в Чечне и пошел на нее, в принципе, и народ, уже более охотно, чем до этого, когда все считали эту войну омерзительной и тоже ничем не оправданной, да. Ну, собственно говоря, сейчас Чечня, она вроде как, ну, в других обстоятельствах находится, чем тогда. Соответственно, там террористов искать сейчас не найдешь, потому что, ну, потому что они живут там как коты, там в Москве, да. Но при этом есть, вот, пожалуйста, чуть подальше, есть вот Палестин, там есть много несчастных, обездоленных людей, которые могут стать пушечным весом. Я совершенно не исключаю того, что они могут провернуть историю а-ля «Рязанский сахар» или «Взрыва домов в Москве» еще раз, а потом сказать, что это Украина, сделать это руками Хамаса того же самого. Это, конечно, похоже на теорию заговора, но, вы знаете, так много всякого мерзкого идиотизма сделал Путин за последние годы, что уже просто начинаешь думать, пытаться как Путин и думать, а какую бы дрянь он мог еще сделать для того, чтобы все-таки усидеть у власти. Потому что его власть сегодня, она уже раскачивается, и непонятно, в какой момент уже все это долбанется, потому что уже там его военкоры, уже его там, собственно, и пропагандисты. И вчера его глава, одно из его ЧВК, который зарабатывал на разных войнах тоже, ЧВК-паладин такой был, значит, соответственно, заявил о том, что Путин лично во всем виноват, и что вообще нужно его сносить любыми способами. Представляете себе, да? То есть это прямо вот один из тех негодяев, которые на убийствах людей делали бизнес. И уж если такие люди сегодня такое говорят, то это говорит о том, что Путин действительно у края, а когда крыса у края, вы знаете, она может наброситься на любого волка, в том числе у которого в руках тризуб, и, соответственно, в общем-то, изобразить какое-то новое нападение с помощью какого-то зловещего акта в Москве, или как бы попытки проведения этого зловещего акта, внезапно героически пресеченной какими-нибудь ФСБшниками. Но это тоже вполне себе возможный вариант, как это не прискорбно. Да, кстати, оно совпадает с тем, с чего мы начали с поиском украинских ДРГ в Москве. То есть, как бы, видимо, уже, возможно, начали готовиться к подобному теракту. Тем более, что ходят слухи, что Путина в Москве в принципе уже нет, что он где-то на Валдае. И, кстати, он же на днях публично заявил, что точно не хочет, вот уже вообще верняк, не хочет вести переговоры с Украиной. Ведь ему их, на самом деле, никто-то и не предлагал. Это мы помним, что Москва бесконечно последние полгода во всяких эманациях напоминала о переговорах. Как думаете, на кого рассчитан подобный месседж? И вообще, о каких переговорах с Путиным, как минимум, может идти речь? Ну, только вот о тех переговорах, которые, знаете, по Генри Киссинджеру, только те, которые называются челночной дипломатией. То есть напрямую с Путиным сегодня никто говорит, не станет ни одна сторона мира. Потому что, ну, понятно, что это неблагодарное дело, что он, в общем-то, кидает своих партнеров по всем переговорам регулярно. Ну, и, соответственно, здесь, в общем-то, может быть только так. Его могут пригласить в Китай. Там ему озвучат те требования, которые Китаю предъявили, например, США и Европа, согласовав их с Украиной. Китай после этого переговорил отдельно с Украиной тоже, например, уточнить какие-то позиции. Это может быть только вот таким способом. И более того, этот процесс-то идет, на самом деле, довольно давно, и это видно. Потому что, да, они все не признают, что это вот те самые переговоры. Ну, потому что, как бы так, не принято вроде бы, да. За кулисами решать судьбу мира, по сути. Но в реальности это же ровно и происходит. Потому что уже там утечка с одной стороны, с другой стороны. Там Зеленский сказал, что до конца года горячая фаза закончится. Тут, значит, Запад поддавливает и говорит, что нужна пауза. Тут уже и Путин тоже просится везде на мирные переговоры. Ну, здесь, конечно, вот эта ситуация с Курском, это такой, ну, не то чтобы геймчейнджер, это вот в процессе прямо вот этого всего дипломатического торга, это такой, как бы, ну, туз такой падает, да, вот на игровой стол. И Зеленский всем говорит таким образом, что Путин вовсе не силен, что это колосс на глиняных ножках, что его армия – это сброд, который разбежался по первой же серьезной атаке на неподготовленные рубежи, да, то есть там, где они вгрызлись уже, да, и сидят там, ощетинившись там минными полями, техникой там и так далее, прикрытием с воздуха, а вот там, где, собственно, просто есть Россия и ее границы, то, пожалуйста, бери маршем, доходи до Москвы. Вот там сегодня 10 тысяч человек наделали такого шороха, а представьте себе, вот 100 тысяч было бы, да. То есть, соответственно, ну, тогда они бы не на 40 километров бы углубились, да, ну, тогда давайте умножим на 10, например, да, то есть 400, то есть это же где-то там под Москвой, получается, да, там плюс-минус. Вот, соответственно, это как бы совершенно достижимая цель, то есть таким образом, мне ленский миру показывает, что вообще-то, если вы мне дадите еще чуть-чуть оружия, а у меня есть еще 300 тысяч бойцов в запасе, он про это говорил чуть раньше, то, соответственно, да, мы если помножили 10 тысяч, то получили вот такой результат. Если мы вместо 10 тысяч сделаем 300 тысяч, то это точно взятие Москвы, ну, потому что там некому оборонять ее. Посмотреть, что сегодня в Курской области происходит. В Курской области это сегодня лоскутное одеяло, да, где дырки заткнуты. А тут стоят ахматовцы, но только они, в общем-то, только занимаются тем, что тщательно избегают любых боестолкновений, да, потому что это не их война, потому что они никогда себя русскими и россиянами не считали, потому что они победили в войне с Россией, потому что они получают контрибуции и работают официально главной российской ОПГ. И поэтому у них все в кайфе, зачем погибать? Поэтому как бы, да, вот эта часть лоскутного одеяла, это вообще такая эфемерная часть, то есть это такая часть Шрёдингера, да, то есть то ли она есть, то ли ее нет. Точнее, она вроде бы есть в ТикТоке, да, а когда приближается Украинца с автоматом, то ее сразу нет, да, то есть он открывает ящик, а там не ящиченцы. То есть, соответственно, да, вот другие части, они ничем не лучше, на самом деле, да, ну, пригнали они туда спецназ ФСБ. Спецназ ФСБ, который героически любит выезжать, задерживает бизнес-планет в Москве, да, вот они там в 30-м там падают на этого пухленького с нежными ручонками миллионерчика или миллиардерчика, да, ну, соответственно, прячут его в камеру, потом за выкуп большой его отпускают или переписывают его бизнес на себя. Вот это то, чем умеет заниматься спецназ ФСБ. Дальше идти, Росгвардия, эти знаменитые расхищения кислой капусты и эта знаменита подмена, значит, свинины и говядины, да, и вот то, чем они любят заниматься. Или, ну, еще более, конечно, блестящих операций, это когда тоже в 30-м они бросаются какого-нибудь студентика, который стоит с плакатиком, на котором написано «Мир умир». Это то, что умеют делать все эти люди. И так далее, если так дальше пойти по всем, то, что говорить о срочниках несчастных этих наших мальчиках, я надеюсь, в кавычки все украинские зрители разглядели, они будут в меня кидаться помидорами. Но эти же мальчики, они же разбежались, на самом деле, вот знаете, даже, кстати, что интересно, первыми разбежались их офицеры. То есть профессиональные кадровые военные, получив или поняв, что украинская армия идет на серьезное наступление, они же побросали там этих всех мальчиков. А эти мальчики, высунув носы из окопов, увидев страшных-страшных украинцев бородатых, естественно, первое, что они сделали, они подняли вверх ручонки и побежали сдаваться. Собственно, вот это то, что из себя представляет сегодня российская армия и российское государство. И Зеленский вот этой акцией, которую многие мои, например, украинские знакомые критикуют, потому что говорят, ну, это же сопряжено с гибелью людей, безусловно, это так. Ну, посмотрите, он показал всему миру, чего стоит эта Россия. А, собственно, гораздо больше украинских людей погибало из-за того, что мир верил вот в это величие Путина, в то, что он такой страшный, то, что у него так все вооружено здорово, то, что у него там глубоко эшелонированная оборона, что никогда Зеленский его не победит. А Зеленский показывает, да, идя на определенные жертвы, что нет, это вовсе не так. И поэтому это, конечно, дорогого стоит. И я думаю, что здесь, в общем-то, двух мнений быть не может, полезна ли эта акция для Украины, для восстановления в будущем справедливого мира, для наказания агрессора и так далее. Да, а если оценить события на Курщине, на влияние в аспекте влияния на внутриполитическое, простите, ради бога, перевожу с украинского в голове, поэтому немножко подтормаживаю, на внутриполитическую обстановку внутри Российской Федерации, могут ли они стать причиной дестабилизации, возможно ли недовольство властью? Мы уже упомянули, да, то, что Путиным недовольны, в том числе генерал, да, вы сказали, который наемниками руководит. И, возможно, да, были еще мысли, мы с вами в нашем стриме об этом тоже говорили, о том, что ведь Герасимова предупреждали о возможном наступлении на Курск, но Путину это донесено не было, ну, как минимум, не было реакции, да, на это. Вот может ли все-таки это все спровоцировать внутренние какие-то совы, да, этих небашен, не знаю, там, плит этих, на которых держится путинский режим? Да, совершенно верно. Более того, этот процесс уже пошел, что называется. Этот процесс, я полагаю, уже не остановить, на самом деле. Собственно, почему Путин сейчас, вот, судорожно ищет какие-то возможности для какого-то переворачивания стола, да, внезапного? Потому что он, я думаю, тоже понимает тоже, что верных людей-то не осталось. Он не просто так своего денщика отправил Дюмина командовать сегодня Курской вот этой вот, как там они это называют, красивой контртеррористической операцией. Да. У них как не СВО, это контртеррористическая операция. У них там прям столько событий происходит в одном. У них там, конечно, самими собой, потому что кто как не террористы взрывают детские больницы в центре мирных городов. Но хорошо, то есть вот он отправляет туда Дюмина, потому что у него кончились люди, которым он мог бы доверять. Потому что он понимает, что вокруг него ненависть к нему. Потому что все понимают, откуда взялось все вот это вот, откуда взялись все их проблемы, всех этих людей. И, соответственно, это понимание рано или поздно вылиться во что-то, что Путина, скорее всего, просто физически уничтожит. Потому что свергать его с помощью каких-то политических инструментов, а революция – это, наверное, один из таких вот крайних политических все же инструментов. То есть когда людей выводят на улице, они что-то бастуют. Это все равно некий такой процесс, более или менее, так скажем, принятый в демократии. Ну, мне ли рассказывать вам, украинке, обоих. Собственно, Путин ведь уничтожил всю политику, включая вот такие варианты ее развития. То есть как возможные бунты. Потому что слишком солдафонское государство и слишком много людей, которые, живя хорошо и зарабатывая много, заинтересованы, будучи людьми с автоматами, в том, чтобы вот этого стихийного бунта не случилось. Соответственно, как тогда это может произойти? То есть есть уже большое количество людей, которые ходят рядом с Путиным, которые много зарабатывали раньше, и которые по каким-то причинам на этой СВО, так называемой, не зарабатывают, а теряют. Соответственно, они понимают, что это все, естественно, из-за Путина. Да, и возникают заявления сначала а-ля Дерипаска, да, в Киеве, да, в Японии, значит, но вот это было близко, да, так всегда гаворка по Фрейду прямо, как она есть. Значит, Дерипаска раскритиковал СВО настолько жестко, насколько вообще это можно было от него ожидать. То есть это ошибка, немедленно нужно остановить и так далее. Соответственно, Дерипаска это говорит, будучи уверенным в том, что он не один. Соответственно, у них уже есть какое-то кучкование таких людей, которые вот не производят, собственно, снаряды и патроны, и которые понимают, что надо срочно эту лавочку сворачивать, либо все кончится плохо. Это его пока мирное предупреждение Путина, что мы знаем, что ты во всем виноват, Путин, и, соответственно, мы можем тебя уничтожить. Почему я об этом уверенно говорю, да, потому что в России метод правления, который можно называть по-разному, но, ну, олигархический капитализм – это одно из определений, которые есть. То есть, как бы, там все распределено между каких-то людей, которые проникли под шкуру Путину. Они зарабатывают миллиарды сами, они относят миллиарды этому же Путину, да, то есть, как бы, у них там общак у Путина где-то там находится на каких-то Каймановых островах, да, и время-то время информация вылезала. Вот, соответственно, Путин один из богатейших людей мира благодаря этой схеме. Но в этой схеме для него есть и сережный изъян. Когда вот эти олигархи, да, все распределили между собой, там, местными десятками человек, всю Россию, и все ее недры высасывают, и, соответственно, все отдают себе и Путину, то они же являются и властью. То есть, когда, например, какой-нибудь олигарх, там, я не знаю, Рутенберг, зарабатывает на, там, словно, строительстве дорог, да, например, то министр, который выделяет деньги на это строительство дорог, это всегда человек карманный для этого самого Рутенберга. Соответственно, для всех остальных олигархов та же самая ситуация. То есть, у них есть свои министры, у них есть свои люди вот в этом ФСО Путинском, да, потому что, ну, там же не будет офицер великий, красивый такой, в пиджаке прионе, пошлить на зарплату, да, он живет на то, что он является там, ну, как бы это помягче сказать, ну, обычно там они говорят на подсосе, ну, простите уж, ну, вот, не придумал я синонимы. Вот, соответственно, вот он является таким вот человеком, который на подсосе у олигарха, да, и таких там много. То есть, грубо говоря, все значимые чиновники, включая вот тех, кто владеет секретиками Путина, его передвижениями, его маршрутом, его планами рабочими, это все люди, которые с этими олигархами прям пуповинами денежными связаны. И, соответственно, это самое важное для России пуповин, это главная скрепа для России, это деньги. И, соответственно, вот тогда, когда эти люди недовольны, Путин становится перед ними голым и беззащитным, потому что они знают о каждом его предстоящем шаге, они знают, куда он поедет, на чем он поедет, они знают, из чего в него надо выстрелить, чтобы он упал и с гарантией помер. Понимаете, они это знают. Я сейчас не какой-то кровожадный такой там человек, который призывает их там к теракту против президента великой страны. Боже упаси, я совершенно мирный человек, и я, по-моему, вам рассказывал, что единственная жизнь на охоте, будучи в Зайце не нашел в себе решимости выстрелить, потому что я не понимал, за что мне его убивать. И, соответственно, просто я говорю о том, что Путин сам создал такую ситуацию, когда он создал людям вокруг себя близким свои проблемы, которые они могут решить только устранением Путина. А так как устранить его, посадив его в камеру, устроив на нем какой-то суд, это довольно сложно, потому что возникнут какие-то протестующие, против этого другие олигархи, которые зарабатывают на войне, соответственно, всем довольны, то как бы единственная возможность это устранить его физически. А это сделать легче всего, конечно, в воздухе, это сделать легко, когда он перемещается из точки А в точку Б, когда они знают, куда он едет. Ну, соответственно, потом все это дело выдать за какой-то несчастный случай. И, соответственно, это вообще очень распространенное явление для вот таких вот диктаторов. То есть полтора-два десятка вы спокойно найдете случаев, когда диктаторы погибали именно так. Потому что они, опять-таки, тоже не оставили вокруг себя находящимся людям никакого выбора. Поэтому, собственно говоря, диктатору диктатору, ну, в общем-то, или там, ну, кто-то скажет погрубее, собаки собачья смерть, ну, выбирайте уж зрители сами, исходя в той степени вашей эмоциональности. Здесь, в общем-то, пословица, которая вам подходит. Кстати, вот я слушала, я с вами согласна. И, ну, мне нравится, да, то, что вы говорите. Мне нравится, что Путин, наконец, уже близок и так далее. Но еще на это указывает и тоже реакция Джо Байдена, например, да, сказал, что в этой операции мы с Киевом, мы следим, мы в курсе. То есть все были в курсе, возможно ли то, что Запад, да, вот я читала российские паблики, ну, уж по работе приходится, что поделаешь, да, то есть кольчугу надеваешь и начинаешь читать, да, такую шапочку из фольги, чтобы не облачал. Вот. И писали о том, что вот, значит, и Яшина, и Карамурзу выпустили специально, их, значит, будут делать героями для того, чтобы они переняли власть, когда Путина уберут и так далее. Тут это курское наступление, опять-таки, теории заговора. Но говорит ли о том, что Запад таки готов, и он понял, что делать с Россией после Путина? Потому что до этого были разговоры, что диктатора никаким образом не убирают, никак ничего не шевелится, потому что Запад не может понять, какой должна быть Россия, чтобы она там не приносила еще больше горя и бед. Неужели Запад понял, что делать с Россией после Путина? И какой она вообще будет или должна быть? Вы поднимаете очень важный вопрос. Этот вопрос, который, на самом деле, обсуждается, насколько мне известно, и в высоких кабинетах в Киеве. Дело в том, что действительно мы понимаем, что конец Путина близок, и, скорее всего, конец будет неожиданным и как будто бы случайным. Соответственно, вот это, допустим, случилось. То есть возникает следующая итерация смены власти в России. То есть, скорее всего, те, кто Путина устранили, они, соответственно, пытаются пропихнуть туда кого-то, кто более или менее адекватен. У них им это может получиться, может не получиться, потому что тех, кто были ближе к Путину, например, может оказаться физически больше, они могут пропихнуть, успеть своего какого-нибудь условного, я не знаю, в порядке бреда Патрушева-младшего. Я не думаю, что это будет конкретно он, потому что и Патрушева никто не любит уже и в путинских элитах. Скорее всего, это будет кто-то более такой, как бы, скажем, нейтральный, более адекватный, более договороспособный, а не вот этот человек, который считает, что он Аллаха за бороду держит. Соответственно, так вот, значит, этот вот, вот, не знаю, Борис Ковальчук, давайте так вот возьмем, вот это более реалистичная фигура. Да, то есть вот они после смерти Путина собираются... Еще раз, кого-кого подвис, подвис интернет, кого вы назвали? Да, они собираются своей вот бандой после смерти Путина, там вот эти все Ротенберги, Ковалютчики, там и так далее, вот все те, кто влеют, Дерипаска, там все уголочки, никто не знает, что это он убил Путина, да, а он-то знает. Значит, это, соответственно, говорят, давайте так, давайте без шума скажем, что вертолет упал сам, или давайте скажем, что вот он успел подписать за пять минут до смерти, значит, возложение обязанности премьер-министра на Борю Ковальчука, например. Он хороший парень, вы все его знаете, он не диктатор, он со всеми с вами обо всем договорится, и мы его отправим на Запад, он там ничем не заморался, да, он там попробует как бы снять какие-то санкции, о чем-то договориться по украинскому вопросу. Все, например, говорят, окей, хорошо, ставят Бориса Ковальчука, например, на пост премьер-министра, исполняющего обязанности главы государства президента, и, соответственно, он едет, пытается о чем-то разговаривать на Западе, но параллельно, естественно, его клан, тот, который один из них, за ним, он начинает моментально прибирать все к рукам, начинает в этих всех разборках, которые есть, тащить все под себя. Остальные кланы этим недовольны, и, естественно, в стране начинается, как это ни странно, политика, то есть они сначала мочат, грубо говоря, этого Ковальчука, Бориса, президента России, на тот момент уже с помощью СМИ своих, у них у всех свои СМИ есть, и с помощью своих блогеров, у кого-то там, там, это какой-нибудь котенок, у кого-то какой-нибудь Сладков, и так далее, да, вот они вот с этим всем, как бы, да, то есть одни упрекают его в том, что вот он продался Западу, другие упрекают его в том, что нет, он не договорился с Западом, то есть вот это вот все брожение приводит к тому, что через какое-то достаточно короткое время этого условного Бориса Ковальчука, вот эти вот путинские остальные элиты, они, естественно, выковыривают, снимают и организовывают какую-то попытку пропихнуть кого-то другого, да, то есть, например, первую скрипку играли в Ротенберге, да, и, например, они ставят, ну, там, своего человека, там, кто там свой у них человек, ну, какой-нибудь там Белозеров, да, тоже там министр, там, глава РЖД, там, полностью их парень, симпатичный русский, вот, и, значит, сейчас мы его пропихнем. Остальные кланы объявили выборы, и, значит, известно, что сейчас в Ротенберге будут пропихивать своего Белозера. Они же понимают, что это будет все то же самое, что было с Ковальчуком и его кланом, только будет с кланом Ротенбергом. Они такие, не, секундочку, сейчас мы вот ему наоборот в пику попробуем выдвинуть тут Иванова, Петрова, Сидорова, приватизируют парочку партий парламентских, например, как вариант, например, покупают бесхозную ЛДПР. Кто-то там заходит к совсем выжившему из ума Зюганову, а лучше скорее к его там молодым там подельничкам, коммерсантам от КПРФ, там, я не знаю, Юрию Афонину, Сашу Ющенко. И с ними договариваются о том, что, значит, через них пропихивают своих кандидатов. И у нас, например, три мощных кандидата на выборах идет со стороны, значит, вот этих вот трех кремлевских кланов. Это все не происходит на самом деле в пустыне уже, потому что уже они приоткрыли форточки, уже тут первая итерация смены власти попытался с Западом о чем-то поговорить, сказать, что не-не, мы больше не хотим воевать, это все Путин, он такой плохой был, но, слава богу, что помер, давайте договариваться, мы как-то сейчас будем, не, ну, прямо сейчас территорию мы вернуть не можем, так это неудобно, народ нас осознает, но мы как-нибудь потом, может быть, а вот нет, давайте, ну, давайте вот вы снимите сначала санкции, чтобы мы там людям показали, а репарации, ну, давайте, а как вы это видите, а сколько, ой, нет, это много, ну, какой-то торг они уже начали, и Запад тоже сюда уже свою ногу поставил. И, естественно, Западу нужны вот в России после смены власти свои прозападные политики, и, естественно, при всем вот этом процессе они всегда настаивали еще сразу после смены Путина, чтобы отменили запреты все на въезд, соответственно, прозападных политиков в Москву, и вот мы все дружной толпой поехали, ну, мы все, я-то не поеду, потому что я слишком проукраинский, да, у меня там нет электората даже потенциального, там, не знаю, 100 тысяч человек, потому что, ну, если ты хочешь стать в России политиком, ну, во-первых, у тебя фамилия, не Бурзагулов, а Иванов, да, а, во-вторых, ты должен быть как бы за наших мальчиков, а я вот как бы считаю их всех подонками, ну, так получилось. Значит, соответственно, вот они другие, все те, кто считают наших мальчиков нашими, они поехали туда. Они при этом действительно прозападные, они действительно за то, чтобы все цивилизовалось и так далее. Вот, и они начинают тоже как бы потихонечку подбивать свои клинии в эту дверь, за закрытой которой стоят вот эти все Ортенберги, Ковальчуки и так далее. Значит, соответственно, вот при этих выборах, когда есть три кандидата от этих трех, есть уже и западные кандидаты. А западные кандидаты говорят более приятные народу вещи, потому что народ за все это время, когда началось это бурление, он, естественно, он идет туда, куда его ведут, а там, когда, значит, в форточку с информацией приоткроют, она полетится в страшной силе, и там объясняют всем, что Путин был идиотом, война была никому не нужной, что погубили столько-то сотен тысяч людей, и что сделали это абсолютно зря, что Украина не собиралась ни на кого нападать, что НАТО не собиралась ни на кого нападать, что вообще Путин хотел сам в НАТО, и его не пустили, он весь разобиделся и решил показать всему миру руку и спину мать. И все понимают, что все это было идиотизмом, и хотят чего-то нового. Соответственно, вот оно, пожалуйста, новое, которое приехало из-за границы и говорит, а мы вам говорили. И понимаете, среди них условный какой-нибудь Илья Яшин, который симпатичный русский как раз, и как раз который о ней говорит так плохо о россиянах, которые помалкивают, либо подмахивают Путину, вполне может стать тоже такой вот как бы новой мощной силой. И вот, конечно, Западу на этом этапе очень надо, чтобы интересы Запада там были представлены вот такими прозападными политиками. Это абсолютно нормальная азбука, вот то, как сейчас все это делается, во всем мире делается, в любой стороне мира. Это всегда происходит так. Да, иногда там происходят плюс-минус какие-то из ряда вон выходящие события, но в целом это вот ровно та конва, которую я описываю, никак по-другому не будет, потому что по-другому быть не может. Ну, потому что те, кто говорят, что нет, сейчас вот Зеленский дойдет до Москвы, возьмет Кремль, я не знаю, потом взорвет посередине все России, и там будет Московское море, ну, так же не будет. Понятно, что есть обычные механизмы существования. Понятно, что Запад будет тысячу раз перестраховываться, потому что для Запада важна проблема ядерного оружия российского. Если оно вдруг куда-то полетит, при каком-то идиоте, случайно прорвавшемся во власть, я не знаю, какой-нибудь российский гамстохурдия, появится там невоздержанный и нездоровый человек и начнет там пулять. Для них ведь это тоже самое важное, потому что, ну, они как бы своя рубаха ближе к телу, соответственно, они будут на это смотреть тоже. И вот исходя из всего этого, вот эта вот та картина, которую я обрисовал, вот с таким постепенным возвращением России вот в какое-то нормальное русло какого-то диалога, оно будет происходить. Понятно, что украинцев и людей настолько настроены жестко, антипутинские, антивокруппутинские, как я, например, это не будет устраивать, потому что будет понятно, что оно все это торговля, что все равно это все нехорошо, все равно это российская имперская никуда не делась, что у них там все равно сидит в душе обида, что они вынуждены сейчас сидеть, там пожимать руку посланникам Камалы Харрис и что-то такое там ей обещать, потому что понимаю, что в противном случае их размажут, так же как размазали Путина, по сути. И, соответственно, надо, чтобы это все сменилось вообще, то есть чтобы пересобрана была Россия полностью. А вот пересобрана полностью она сможет стать. Вот как раз после прихода к власти, вот про Россию, что я так долго объясняю, просто чтобы понятно было вообще любому зрителю, даже самому, так сказать, такому простому человеку. Вот, соответственно, вот примерно вот в этот момент им надо, чтобы победили прозападные силы. Прозападные силы, которые побеждают, приходят к власти, и там победивший условный президент Яшин говорит, что нет, президентская модель вообще – это дрянь, давайте мы создадим парламентскую республику. Да, вот у нас тут победили такие-то партии, десяток их, там есть правые, левые, эсцентристы всяких разных туда запустили, они все там собрались, избрали спикером Володю Гурмурзу. И, соответственно, вот они приняли изменения в Конституцию или объявили нелегитимными те предыдущие изменения в Конституцию, которые на пеньках, да, понятно, что они были фейковыми. И решили переписать Конституцию еще раз, да, и в ней написали, что нет, президент только для того, чтобы, значит, как, я не знаю, как в Германии ездить по саммитам, значит, а решает все парламент, и он же назначает правительство, назначает, освобождает министров. Например, если вот такая модель создана, тогда эта Россия уже сможет постепенно, с годами, а может и с десятилетиями, что называется, исправиться, да, вот извлечиться от своей вот этой вот имперскости. Когда мне говорят, что этот невозможно, нигде такого не бывало, то вы внимательно почитайте не меня, а Аббаса Галямова, моего близкого товарища, он это все описывает и расписывает, и доказательно пишет о том, что случаи демократизации успешные в мире бывали и не раз. Это на самом деле нормальное явление. Вот в Грузии тоже все думали, что грузинские менты всегда будут брать взятки, а Саакашвили за несколько месяцев ситуацию изменил. И в Украине потом этот опыт достаточно еще эффективно применен был. Значит, ну, к сожалению, не до конца хорошо все-таки, но это еще путь, который предстоит Украине и про Россию. То есть Россию демократизировать, конечно, можно быть только с помощью прозападных политиков. Именно поэтому, конечно, Западу нужны были прозападные политики, которые вышли бы из тюрем и начали работу с Западом, начали работу по объединению российских элит, которые против Путина. Соответственно, ровно это и должно сейчас начать бы происходить. Но я надеюсь, что это начнется, потому что некоторые, конечно, вышедшие начали говорить довольно странные вещи и опять начали, не начали, а продолжили раскол в оппозиции, начали обвинять, в том числе меня в какой-то единице, светиться. Но бог с ними, что называется. Это маржинальные какие-то ситуации. Я думаю, что в любом случае, конечно, вот тут костяк, да, а это, конечно, Кармурза, Яшин, Пивоваров. Вот они, наверное, все-таки будут идти вот в том направлении, которое я описал, для того, чтобы эту страну изменить сильно раз и навсегда. Я надеюсь, что у них что-то получится на этом пути. Да, очень интересная модель, и она очень реалистично выглядит по сравнению с другими прогнозами. И вот вы пока рассказывали про то, вот, Запад, как может решить. Я с вами тут одно видео перед нашим с вами интервью нашло, где спрашивает людей на улицах России, Москвы, да, там, Москвы, Питера, по поводу ситуации в Курской области, как они все не понимают, а что происходит вообще, почему это, типа, если вы хотите себя защищать, так у себя защищайте, мы тут при чём? Ну, то есть такая дикость дикая. Но самое интересное, что они все возмущаются, что Запад молчит. То есть на помощь Запада ещё уповают, и это удивительно. То есть они то его бомбить хотят ядерными ракетами, то потом требуют от него поддержки. То есть такая каша в голове, что вот такие сценарии, которые вы описали, они абсолютно возможны, потому что когда придёт Запад помогать, его поддержку с удовольствием примут, несмотря на всю свою ненависть к Западу, к тому же, вот, из неопределившейся. Но мне кажется так, вот просто у меня это видео в голове сидит, и вы сейчас рассказывали, оно у меня прямо перед глазами было. Ростислав, спасибо вам огромное. Я знаю, что у вас уже не осталось времени. Друзья, я хочу вам сказать, что нужно подписаться на Униан, и нужно подписаться на YouTube-канал «Аргумент», и нужно подписаться на YouTube-канал «Открытых медиа». Собственно, Ростислав делает там много чего-то, его канал и очень интересные видео, и тем более, если вы из России, то я вам настоятельно рекомендую подписаться на этот канал, на Униан и на «Аргумент» в том числе. Спасибо вам большое. Это Алла Калатай, Ростислав Мурзагула, специально для YouTube-канала «Униан». До встречи.